Много с тобой успеть танцевать, мы счастливы. И, конечно, скорби нет места в сознании Кришны, в пользу это невежество. И мы с вами обрели знание в Господечитании о Могучстве святого имени. Поэтому в Господне нет места. Но это не означает, что при этом нужно быть серьезным. Чтобы правильно получить эту милость, нужно быть серьезным. Круппад говорит, что при этом серьезен. Очень серьезно относится к этому дару сознания Кришны. Прошлые грехи в расчет не принимаются. Пример Джагай Матхай говорит об этом. Мы могли слышать тысячу раз различные грехи, не было бы такого греха, который мы слышали тысячу раз, множество. И они были очищены полностью. И все же Джагай Матхай, они были серьезными в сознании Кришны. Да, так говорится они, что они больше никогда не возвращались к приходу послуха. Однажды они освободились, которые получили милость Господа читали. И очень серьезно это приняли. И более того, даже когда их сердце было очищено, им стало еще труднее. Они помнили свои прошлые грехи, и было очень трудно листить тяжесть памяти. Они даже не могли на лица людей смотреть, на улицы. Когда люди выражали им почтение, им становится очень плохо. Да как же эти люди теперь нас почитают за святых? Люди, перед которыми мы виноваты безмерно. Мы грешники. Нам кланяются эти люди. И так, когда в сердце о прошлых веках они все же пришли Господу на тяну. Признали святую трубку. Раньше мы были грешниками. Находились в невежестве. И у нас не было там уж много проблем. Мы восхлаждались жизнью, как хотели, без стыда. Совесть нас не мучила совершенно. Были свободны от совести. От Кришны. А теперь, когда мы предались Господу Кришне и очистили самим Господа, читали, наша жизнь стала невыносима. Мы не можем вспоминать наше прошлое действие и вообще показаться должна быть. Что нам делать, скажи? Как нам стать счастливыми? Тебе надо сказать, и мы должны этим людям, перед которыми мы виноваты, должны служить им. все знания Кришны. В этом смысле общество виновата перед нами, где мы родились. Оно виновата перед обществом. Взаимно. Такова наша судьба, которая нас связывает с тем обществом, где мы родились. И как же мы вогнем на улицу и смотрим столько греховных людей. А мы преданные этой почти никто не ценит из них. Но мы вспоминаем, что мы когда-то жили так же. У нас тоже есть смешанные чувства на этот счет. Нам легче стало жить, когда мы стали преданными в обществе. Им труднее. Нам труднее стало жить в обществе людей. Из-за этой памяти, из-за их сознания, и что же нам делать. На столе не в Госпантинаде, служить этим людям. И они сделали хат, место для омовения для всех людей. Говорится, что они голыми руками они вытесывали инструментами эти камни, носили на спине вдвоем. До сих пор этот хат существует. Слышал? На родиме можно этот хат увидеть Джамьяна Кари. Их звали Джаганат и Мадава Мадава этой духовной Джаганат Мадава. И так они стали счастливыми в служении. И так, важный момент, что преданного остается серьезным, но не скорбящим. Он танцует и поет, но делает это очень серьезно. Он не превращает это в развлечения, какие-то мерзкие, никогда. Он понимает, что это очень воздушный процесс. Петь, танцевать, мы должны учиться так в художестве. Кришна в этом все искусство как в преданности. Просто доставить удовольствие Кришне и жить успешно. Как бы мы себя не пытались доставить наслаждение, мы не будем счастливы. Но стоит нам удовлетворить Кришну, жизнь становится священной. И как же это делать, если у меня нет даже ни копейки денег, чтобы купить святое имя, чтобы петь танцевать, как он там бажет, мне говорится. Ну, тогда в долг поделить. Деньги это желание. Ну, нет желания. Ну, все равно некенантом интересный торговец. Есть он деньги, он продает, или денег он тоже продает. Он безумный торговец, он продает рыбы, как стоять. если у кого-то нет веры говорит, он приходит в господинание, не теряя, не все же обращается с святыми людьми, он дает ему свою веру. Все равно каждый получает добрый господин. И так, господин, не теряя, открывает рынок святого иди. торгует очень бойко, он торгуется, знаете, продает, он набивает сцену, а если у вас нет денег, просто даже. Необычный торгуется, господин, ветеран. Если у вас есть какая-то сила, желание, ну, заплатите. Если вы уже вообще не имеете никаких желаний, не шатите. просто. Просто спасет и все. Та цифрой. И говорит, я получаю проценты от этого, комиссионные. Любовь, Бог увеличивает, если вы перепродаете, если вы покупаете, повышаете цену, перепродаете. Комиссионные собираются. То есть выгода взаимная получает. Тот, кто покупает, тот, кто продает, духовно, продвигательство. Такой трансцендентный торг. И здесь, в этом месте прощаются все оскорбления. Здесь во Вредаване Парафи Кунда, история, связанная с Индрой, который желал чистить от оскорбления, которое он нанес всему Вредавану. Осознав тяжесть оскорбления, Индра очень оскорбел и плакал. Живол поклонной молитвы. Кришна даже казалось, не слышал его. Непонятно было, слышит Господь, не слышит его молитву. Индра пытался, но это было не так просто. Вообще, Кришна, кто хотел убить в Саду Игоря, Господи. Потом вспомнишь, что это просто обычный полугол, проникся состраданием. Думаю, ну, хорошо, он же просто обычное животное сейчас. Кто же совершает ошибки? Нужно быть тоже в своем милости. И как бы он простил Кришну, но Индра чувствовал, что прощения не было. Почему? Как бы это было? Ведь Кришна же умеет прощать? Другие преданы это прощения. Да, верно. Ну, сносит вскорбление свою адрес, но когда скрепляет его преданность, ему трудно прощения. А вот Индра это чувствовал. Потом он пришел к Сурабхе, да, еще к Сурабхе, помогла ему, она поливала Господа Кришну воду из Ганги, то есть ванакова висганта, а им то Инда еще пришел к Сурабхе, висганта, шепот, вот, воплодение, влоги спустились. И все же Индра не чувствовал окончательного прощения. Даже после таких торжеств и ягин. Все говорится об этом. Нитернатто Прабху прошел вместе с преданными в доселение Ганги Гачхан. И по прибытии туда он произнес с улыбкой «Это место зовется Гладрум Двиба. Здесь вечно живет Сурабхе, исполняющий желания коровы Индры. Когда Индра, царь полувогов, заселил дождя, впал в утверждение как нынью, возотопил дождем Гакулу. Когда Чикришна защитил Гакулу, подняв на землю Огна Ордхан, гордость Индры была сокрушена и признав Кришне, Чикришне Всевышнего Господа, он в палке уладшим стопам стремя заслужить прощение. Индра был тут же прощен сыном Нандре Махараджи Чикришны воистину океану Невосердия, однако в душе Индра продолжал опасаться последствий совершенного греха. Подняк Сурабхин обратился к ней. Не постигнув деяния Чикришны, я допустил великий грех. Но медиа услышит, что в Кали-Югу, Чикришна, сын Махараджи Нандре станет творить в Невосердии чудесные исполненные радости деяния. Однако я боюсь обратиться к нему самому, ведь снова впал в заблуждение, я могу вновь донести ему оскорбление. Но ты, Сурабхи, исполняешь шевелание коровы, ты знаешь все сущее, будь добра помочь мне в моем запреждении. Лейтенант продолжал. Сурабхи отвечала Индре, пойдем на Аудипа Тхамова и пополнився там немая Багиду. Он сам Шикришна, приставший образе ше-четаги Махараджи, явивший самый милосердный из своих свойств, достигнут на Аудипы, Индре и Сурабхи начали пополнять ше-четаги. И поскольку пополнение ему не вызывает никаких затруднений, благие результаты этого пополнения достигаются очень легко, благодаря постоянному повторению его имени слезы, экстаза вскоре наполнили глаза, и спустя немного времени Господь сам пристал перед ними. Его прекрасный нематериальный образ был полон непристижимого очарования. Господь смеялся, и встречая бесконечные волны с нектар священной любви. Сурабхи сказал, я знаю о вашем желании, совсем скоро я приду на Аудипу, и тогда вы сможете служить мне, а все эти заблуждения уже не будут властны над вами. Затем Господь скрылся из виду, но Сурабхи осталась здесь, под баняновым деревом, непрестанно служал отрасль вставам сечетаний. Вот почему местность названа Го-Друма-Двива, остров коровы и дерево. То есть где-то здесь сейчас находится Сурабхи, под деревом. Ну вы можете представить, для этого у нас есть воображение. Она где-то здесь сейчас находится с тех пор Додрума-Двива. И в этом месте явился кто? До своего явления еще. Мы только что прочитали. Все читаем о том, что здесь еще до своего рождения, до Додрума-Двуха. Уже явление не было. Это место на Водвипе вечная драма. Олегович кое-как. Григорье. Господи, вау-два, Продолжение следует...